OBD2 код неисправности техническое описание, двигатель 3 вентилятора системы охлаждения двигателя, низкое напряжение, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, применимый ко всем более новым автомобилям 1996 года, конкретные этапы ремонта могут отличаться от марки, модели. Вентиляторы, которые используются для охлаждения радиатора двигателя, работают от электродвигателей, эти двигатели включаются и выключаются модулем управления трансмиссией PSM, в соответствии с показаниями датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя EST, другими словами, когда EST достигает заданной температуры, PSM включает вентиляторы, затем, когда EST охлаждается до заданной температуры, PSM выключает вентиляторы. PSM управляет вентиляторами охлаждения, отправляя сигнал заземления на реле вентилятора охлаждения, напряжение в сигнальной цепи высокое, около напряжения аккумуляторной батареи, когда не подается питание, не заземлена, противоположно, когда по команде «заземлена», напряжение находится где-то около нуля, DTS P0695 устанавливается, когда PSM обнаруживает низкое напряжение, когда охлаждающий вентилятор 3 выключен, симптомы и строгость кода, симптомы кода P0695. P0695 могут включать, перегрев двигателя, проверьте свет двигателя, вероятность перегрева двигателя из-за неработающих охлаждающих вентиляторов весьма вероятна, поэтому следует соблюдать осторожность при управлении транспортным средством при наличии условий для установки этого кода неисправности, это должно быть восстановлено как можно скорее, причины, потенциальные причины установки этого кода, неисправный реле вентилятора охлаждения 3, перегорел охлаждающий вентилятор 3 предохранителя, неисправный ПКМ, редко, диагностические и ремонтные процедуры, по моему опыту, перегоревший предохранитель вентилятора охлаждения является наиболее частой причиной этого кода неисправности, проверить предохранитель, просто найти, потянуть и посмотреть на него, как правило, визуальный контроль позволяет определить, исправен ли предохранитель или нет, если предохранитель перегорел, попробуйте заменить его на правильную силу тока, если предохранитель перегорит снова, следующий вопрос будет, когда он перегорел. Если предохранитель вышел из строя сразу после замены, то между предохранителем и реле есть прямое короткое замыкание, если он вышел из строя, когда двигатель достиг рабочей температуры, то наиболее вероятной причиной является сам двигатель вентилятора охлаждения, с выключенным двигателем и ключом зажигания осторожно попробуйте вращать лопасти вентилятора вручную, они должны вращаться свободно, если это не так, то двигатель вентилятора замерз и нуждается в замене. Если предохранитель исправен, скорее всего, проблема в реле охлаждающего вентилятора если замена реле не решает проблему, подозревайте неисправный PSM. Будьте осторожны при работе с компонентами, которые не только горячие, но и движутся.